МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас программа «Среда», как всегда по средам, но чуть раньше это связано с чрезвычайной занятостью всех нас, и вас, и нас, и гостя сегодняшней программы. Ну, тем более, что времени нам понадобится немножко больше, чем обычно, поскольку гость у нас необычный сегодня. Сегодня последнюю программу этого уходящего года у нас в гостях глава администрации города Азова. Я по-простому буду называть его мэром, с вашего позволения, и с вашего Владимира Валерьевича тоже. Ну, потерпите, может, это обидно, а мне нравится мэр. А вам? Я по этому поводу не переживаю, Алексей Михайлович. Ну и правильно. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Михайлович. Добрый вечер, уважаемые земляки. Давайте сразу начнем с того, завершаем год. Как удалось освоиться, что получается год тяжелейший? По моему впечатлению, чрезвычайно самый тяжелый за всю мою, наверное, жизнь последних лет. Что с вашей? Может, вам легко? Если нам тяжело, то может, вам легко? Я не думаю, что мне легко. Я нахожусь в тех же условиях, что и наши азовчане, и, собственно, вся та проблематика, которая сегодня существует в городе. Ну, здесь не нужно ничего скрывать, приукрашивать, оно все на глазах. Действительно, год выдался очень сложным. У нас были, конечно, яркие достаточно мероприятия, такие как чемпионат мира, которые мы, в принципе, провели неплохо, подготовились к ним. Но были очевидные проблемы, которые в какой-то степени даже не удалось решить в полной мере. И это тоже факт, об этом мы сегодня говорим откровенно, открыто, поскольку эти проблемы так или иначе непосредственно или опосредственно повлияли на отношение людей к власти и на их самочувствие. Это все их окружает. И, собственно, это проблемы, которыми нам предстоит заниматься и в будущем. Ну, проблемы, проблемами. Давайте немножко все же о том, чего удалось достичь. Есть же хорошие, положительные. Ну, чемпионат мира провели, дай бог, слава богу, нормально. А что еще хорошего? Ну, начнем с того, что чемпионат мира подарил городу замечательный спортивный объект. Один из лучших стадионов, я могу об этом говорить откровенно, поскольку действительно... Ну, там говорят, сдирать будут покрытие или на том, или на этом, куда-то отдавать. Нет, Алексей Михайлович, это все неправда. Наоборот, мы попросили Минспорт Ростовской области, который в свою очередь обратился в Федеральное министерство спорта, для того, чтобы дополнительно пройти прошивку газона, чтобы сохранить натуральный газон на нашем стадионе. Поэтому пока никаких... А за чей счет будет содержаться? Значит, все, что касается поля, прошивка, его модернизация, это за счет средств федерального бюджета. Содержание, это муниципальный объект, поэтому это ложится на плечи города. Но мы сегодня включаем его в наши муниципальные программы по развитию спорта. И этому объекту сегодня предполагается неплохое будущее в плане самой достаточности. Он будет зарабатывать, содержать себя, ну, наверное, процентов на 50 точно себя будет окупать. У нас есть шанс, что мы увидим здесь сильные команды, может быть, какие-нибудь... Большой интерес проявляют к этому объекту сегодня многие федерации, и хоккей на траве, и футбол, и легкоатлеты. И это не только федерация городского уровня, естественно. Нас больше интересуют наши гости, поскольку это внешние вливания в стадион. Да, конечно, речь идет об аренде, речь идет о иных платежах, которые стадион будет получать. Совершенно не ожидал, что Ростов-Арена у нас станет окупаемой и будет собирать по 30-40 тысяч зрителей на, в общем-то, рядовые футбольные матчи чемпионата. И, похоже, что она на себя, наверное, заработает. Вот хорошо бы, если бы эти два наших стадиона так... Ну, мы пока не рассматриваем Лакомова ни в каких иных целях, кроме спортивной направленности. Ну, и я же говорю еще раз, для даже загруженности мероприятиями спортивной направленности у стадиона большой потенциал. Безусловно. А вот что-то вспомнилось долгие годы, идет речь о разговоре о Ледовом дворце, о катке и так далее. Тишина. Да нет, не тишина, на самом деле, уже и я, работая на этой должности, неоднократно эту тему поднимал. Более того, были реальные инвесторы, наверное, даже неправильно говорить в прошедшем времени, они еще по-прежнему есть. У нас даже выделен был земельный участок в городском парке со стороны городского дворца культуры по Петровскому бульвару. Там было старое летнее кафе, его снесли и предполагалось там разместить как раз Ледовый каток. Ну, вот как у нас часто бывает, учитывая статус города, его исторический, у нас все уткнулось пока в археологию. Ну, собственно, сегодня это является пока единственным камнем преткновения, поскольку даже закуплен лед. У инвестора все в наличии, они готовы были заходить и строить, уже вот осенью начинать этот объект создавать. Но уперлись в археологию, собственно, сегодня пока не пройдут эти археологические исследования. Ну, ладно, кантина выручи. Дорогие друзья, первого числа встанет лед на Кантиновском пруду. Мы вас ждем, будет каток. Я надеюсь, что мы сумеем посадить там по-стариночке духовой оркестр. Ну, не духовой, значит, динамика покрутим. И красиво так по-старому лампочки там повесим. В общем, красота будет. Приходите кататься на коньках, как это было в добрые, при старые 50-е, тяжелые послевоенные годы. Но каток в Азове тогда всегда был, каждый год. И лампочки, и духовой оркестр, и музычка, и было весело и интересно, люди ходили. Но, правда, тогда телевизоров не было. Вот проблема номер один. С первого числа, я думаю, он начнет работать. И на Рождество, на старый Новый год мы планируем хоккейный турнир с нашими азовскими хоккеистами. Ну, а на крещение, и Бог велел, приходите, все будем устраивать. Устраивать там, на пруду, еще и крестильные все эти вещи. А заодно я воспользовался пасом вашим, значит, каток. А летом вот будет у нас каток, как мэр пообещал, все у нас. И мы плавно перекатимся на него, а в пруду будем рыбу ловить. Ну, видите, уже все красиво жить. Красивая жизнь у нас планирована прямо с первых чисел Нового года и дальше по порядку. А вот, если кушать будет, чего? Насчет вот этого, как пенсии пока падают. Пенсионный возраст увеличивается. Количество рабочих мест не прибавляется, налоги растут. В этом году, вот конец этого года, ну, для меня, не знаю, как-то оказался. Я уверен, что для большинства людей оказался, ну, настолько напряженным в смысле налогов. Столько свалилось всего, чего как-то раньше не замечал. А оно вдруг выросло, и там налог на имущество, налог на землю, налог туда-сюда, все вот так вот придавило. Согнулись, скрякнули и пытаемся вытащить. И так же у всех людей. Ну, как бы так, какие у нас надежды на лучшее? Ну, на самом деле, действительно, у нас так получилось, что к концу года прошло повышение. У нас и плата за вывоз мусора выросла в разы, стал региональный оператор сегодня работать. И, соответственно, по другим расценкам, к сожалению, мы, я так понимаю, об этом, наверное, отдельно еще поговорим, и совершенно с другим качеством, нежели от него ожидали. Сегодня у нас выросла плата за капремонт. Сегодня у нас много, значит, других ожидаемых повышений. Совершенно вы правильно заметили, здесь и налоги, которые с 1 января у нас НДС повышается. Ну, естественно, никто себе не ставил задачей организовать какой-то саботаж или провокацию в этом плане. Но вот это стечение обстоятельств, которое, безусловно, отразилось на самочувствии жителей не только нашего города, но и всей страны. Ну, а мы, в общем-то, пожинаем сегодня результаты такой политики. Ну, почему-то, как-то, мне кажется, ну, не очень думно, продумано то, что они сотворили вот все в один год. И НДС повысили, и налоги на имущество, и то еще. Неужели нам нефти, газа не хватает? Ну, что ж это такое? Почему мы еще и народ надо обдирать дотла? Но это не ваш уровень заботы. Давайте так. Ну, вам города хватит. Отвечать за то, что творится там у нас на верхах, уж, наверное, не ваша проблема. Ну, это федеральная повестка, безусловно, да. Поэтому, дорогие друзья, у нас с вами, я повторяю из раза в раз, возможность влиять на ситуацию в целом в стране, на наши зарплаты, налоги, занятости, вообще счастливую жизнь, на то, куда текут наши нефтяные и бензиновые реки, у вас возникает раз в пять лет. Поэтому, когда выбираем, давайте думать, что мы выбираем, как мы выбираем и так далее. Кстати, о выборах. В будущем году у нас смена депутатского корпуса предстоит. В сентябре выборы в городскую думу. Выборы в городскую думу, действительно, в сентябре 2019 года. Произойдет смена или нет, будут принимать решения наши жители, избиратели. Но, очевидно, что многие из тех депутатов, которые сегодня представлены в городской думе, по разным причинам могут не пойти для последующего участия. Это тоже все, что касается, допустим, представителей партии «Единая Россия», то будет внутрипартийный отбор. И будут отбирать наиболее достойных людей, которые, не словами, а делом пытаются доказать свою результативность. Ну, а тех, которые на протяжении всего срока не работали, соответственно, никто не поддержит. Понимаешь, ну, как-то вот праймерис проводится уже не первый год в «Единой России». Ну, неощутимо что-то происходит, что опять попадает, ну, половина городской думы, люди, которые вообще не хотят видеть избирателей, с ними там разговаривать, общаться и так далее. Ну, зачем их поддерживать? А их что, не очевидно это, что они не будут? Или им по должности положено? Нет, Алексей Михайлович, сегодня меняются подходы, на самом деле. Я хочу сказать в защиту депутатов, что у нас не все депутаты, и далеко даже не все, которые проявляют равнодушие к запросам людей. Я знаю, что на половину можно набрать. Сегодня много, например, молодых депутатов, которые проявляют себя с лучшей стороны, очень активную позицию занимают, помогают в округах, помогают мне по многим вопросам, которые сегодня, допустим, даже я в силу бюджетной ограниченности не могу решить. Они их решают своими силами. И пользуются сегодня достаточно большой популярностью в своих округах. Поэтому таких людей поддержит и партия, таких людей поддержит и избиратели, это без сомнения. Ну, кстати, дорогие друзья, я напомню вам, что Владимир Владимирович возглавляет и партию «Единая Россия» в Азуе. Так что все партийные дела, все к нему. А вот я очень рассчитываю на то, что иные партии в нашем городе найдутся, проснутся, очнутся. И вот я заметили мы наличие в городе новой партии, партии роста. Вроде как обозначилась, взбодрила. Что будет дальше, не знаю, там, может быть, такие же конъюнктурщики, как и были. А может и что-то свежее, какая-то струя. Может быть, будет конкуренция. Не боится «Единая Россия»? Серьезной, вот, серьезной оппозиционной конкурентной партии, которая придет и будет называть вещи своими именами, будет разговаривать с людьми и так далее. Алексей Михайлович, я еще раз скажу, решение принимать людям, если любая партия, будь то партия роста, ЛДПР, справедливая Россия, любая другая, сможет убедить своего избирателя в том, что их кандидаты наиболее достойные, то мы в любом случае будем с ними работать. Если они изберутся, будут составить Думу и будут влиять на формирование муниципальной политики, я уверен абсолютно, что с любым из этих депутатов мы найдем компромиссные решения. Но при этом нам обольщаться с вами, дорогие друзья, не стоит, потому что Дородская Дума – это орган, от которого очень мало что зависит. Некоторые еще помнят, совсем все это недавно происходило. В тот период, когда в городе был неугодный области мэр, были четыре черных года для города Азова. Вот не понравился, лесняк был, не из той партии, не так себя вел и все такое. И город был опущен ниже Плинтуса, ни о каком развитии, ни о каком-то туристической привлекательности его или еще чего-то. Речи не было. Четыре года мы были завалены и мусором, и дерьмою, и не пищали даже. Так что давайте знать свой шесток, свое место в иерархии нашей жизни. А вот как удастся главе города и, наверное, части депутатов выстроить взаимоотношения с областью, так и будет город жив. Я даже не спрашиваю у вас подтверждения этой истины, потому что вроде как это понятно, очевидно. Ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к простым и злободневным вопросам, тем, которые у нас на слуху у всех, которые достали, прямо скажем, всех нас и наших телезрителей и власти и так далее. Две темы обсудим чуть-чуть более подробно, а потом вопросы телезрителей. Это, сами знаете, горящая свалка с лета и в соответствии, след за этим, произошедшие события. Вот, я даже уже каюсь, виноват перед городом в том, что очень активно мы помогли тогда группе заявителей, которым, ну, скажем так, записали видео, отправили куда следует и так далее, что это дошло до президента и шарахнуло нам с вами обратно по городу так, что, в общем-то, кроме тех, у кого там, наверное, дыма стало меньше из-за дождей осенних, а вот на всех остальных это легло тяжелым временем. Вот оцените ситуацию, что сейчас, вообще, с самого начала по порядку. Началось все с жалоб трудящихся о том, что к ним дым дует. Да, совершенно верно. Если мы говорим о мусорном вопросе, то началось все с того, что, по мнению людей, живущих в поселках, ясный, солнечный, сегодняшняя эксплуатация свалочного полигона, который расположен в Кагальницком сельском поселении, не соответствует нормативам, в связи с чем на город очень часто поворачивается ветер, и все продукты горения, это и запах, и дым, все это идет, в первую очередь, на поселке. Люди инициировали проверочные мероприятия на протяжении нескольких месяцев, там и Росприроднадзор, прокуратура и прочие природоохранные органы занимались вопросом изучения деятельности свалки, и в итоге пришли к мнению, что действительно сегодня свалка не соответствует тем требованиям природоохранного, санитарного законодательства, вот эти частые возгорания говорят о том, что она эксплуатируется неправильно, ну, собственно, по этой причине в конце ноября свалочный полигон был закрыт, если быть более точным, по решению суда была приостановлена деятельность Триотек, это компания, которая является оператором свалки. Хотя природа, дожди, ее сам закрыли, и дым, и свалку, и все на свете. Можно было без суда. Да, ну, на самом деле, приостановив деятельность свалки, мы получили обратную проблему, то есть тот региональный оператор, который в город зашел с 1 октября, это Экоград, вынужден был подстраиваться под вновь сложившиеся условия, возить мусор, соответственно, не на городскую свалку, как мы ее называли, а на ближайшую свалку, которая к нам, которая расположена в более 100 километрах, это Багаевский район. Естественно, рекоператор к этому был не готов, у него не было соответствующего количества техники, людей, иных ресурсов, и получилась ситуация, при которой город сегодня, ну, по сути, утопает в мусоре. Я думаю, что те же самые жители поселка Ясного и Солнечного, которые стояли в пикетах, которые писали видеообращения президенту и так далее, сейчас тихо по ночам носят мусор на обочины дорог, в лесополосы и так далее. Вот верите, что это так? Я верю, и я знаю, что это на самом деле так, потому что тариф на вывоз мусора стал невыносимо высоким. Большинство людей, извините, для большинства людей это что, едва ли за мусор, это, извините, какую зарплату мне надо получать, чтобы намусорить на 500 рублей в месяц? Или сколько там, 350-400? Это ж надо сколько наесть, а? Дорогие друзья, вот, так вот я же о чем говорю, и в результате произошло повышение цен на вывоз мусора, далеко стало возить, солярка нынче недешевая, вот, и, соответственно, мы стали гадить под себя, извините, дорогие земляки. Отсюда город утопает в мусоре, и это становится все больше и больше проблемой, особенно в последние дни, мы хоть до Нового года приберемся. Алексей Михайлович, ну, во-первых, позвольте, я все-таки немножко защищу тех людей, которые были инициаторами, поскольку они преследовали благи цели. Да нет, они правильно делали, они требовали от властей создания реальных, нормальных условий жизни, на что имеют право. Совершенно верно, я их в этом вопросе всецело поддерживаю, и всегда мы говорили о том, что действительно свалка сегодня, у нас альтернативы городской свалке нет, она городу нужна, но она должна работать в соответствии с требованиями, которые установлены законом, не создавая некомфортную и неблагоприятную среду для жителей. Поэтому добивались, конечно, повышения эффективности ее работы, а результат получился, ну, может быть, не совсем ожидаемый, ее просто закрыли. В этой связи, ну, имеем то, что имеем, но до Нового года у меня нет никакой уверенности, что удастся эту проблему решить, потому что подключились уже все, и правительство, и мы занимаем самую активную позицию сегодня. Мы вот недавно проводили вчера буквально совещание в администрации, пригласили инициативную группу, пригласили людей, которые сегодня на свалке работают, это новый инвестор зашли, они вкладывают деньги, они сейчас начали устранять все эти замечания, нарушения, которые были допущены при режиме руководства. А что туда заходить, там закрывать так надо ее? Нет, там на самом деле много нарушений, но нарушения в большинстве своем устранимы. И вот они сегодня занимаются как раз решением всех этих проблем, для того, чтобы соответствовать всем нормативным требованиям. То есть, возможно, и возобновление ее работы? Да, вот об этом сегодня речь идет, и мы активно занимаемся вопросом возобновить ее работу, поскольку я еще раз подчеркиваю, альтернативы сегодня городской свалки нет. Возить на Багаевский полигон, куда возят сегодня Экоград, это решение промежуточное и неэффективное, поскольку мы видим результат этой работы. Здесь, кстати, тоже мы можем сколько угодно критиковать работу рекоператора, но реально, когда юридическое лицо, в данном случае Трио Экоград, заходит, полагая, что у него есть сформировавшиеся условия, он будет работать в них, соответственно, у него под это выстроена вся схема внутренней организации труда, и меняются резко обстоятельства, к которым он был не готов. Конечно, чтобы перестроиться, нужно определенное время. Хотя время, которое давали мы им, администрация города, они уже исчерпали и не смогли работу свою наладить. Поэтому мы их сейчас бесчадно там просто штрафуем, пытаемся убедить, значит, они сюда привлекают сейчас дополнительную технику из других территорий, где они обслуживают. Вот, например, Розовскому району сегодня достается еще больше. Там мусор порой по 2-3 недели вообще не вывозится, потому что в основном вся техника сосредоточена сегодня в городе. Но и это не помогает. Поэтому здесь выход один, надо свалку открывать, но нужно открывать это здраво, чтобы люди не страдали от этого. И к этому мы сегодня идем. И правительство области, и мы активно занимаемся вопросом возобновления работы городской свалки. Будет ли это до Нового года? Нет у меня никакой уверенности в этом. Но 29 декабря контрольный срок, когда надзорные органы будут проверять Триотек на предмет исполнения требований, которые содержались в решении суда, когда приостанавливали деятельность. Возможно, что эти замечания, или их большая часть, будет устранена, и все-таки, может быть, до Нового года свалка заработает. То есть, Новый год без старого мусора. Ну, дай-то Бог. Хотелось бы. Дай Бог, чтобы нам хоть было куда... То есть, вы предполагаете, что в ближайшие дни может свалка открыться? Ну, 29 декабря – это тот срок, до которого приостановлена деятельность. И, соответственно, в пределах этих дат будут проводиться контрольные мероприятия по предмету исполнения. Ну, то есть, в ближайшие дни недели, неважно. Важно, что опять Азовская свалка. И как это операторам по сбору будет тот же Новочеркасский. Да, это в силу федерального закона, не администрации. Тариф с 1 января, вот по новым утвержденным РСТ тарифам, еще даже увеличивается. Здравствуйте. Да, поэтому... Здравствуйте. Мы оправдывались тем, что нам далеко возить. Мы тариф поднимаем на солярку. Я только что тут прочерикал, что солярка дорогая, возить далеко, вот тариф там под 500. А сейчас мы опять назад будем возить туда, где возили за 100 рублей, или сколько там стоило у нас тариф, я даже не помню. Там в зависимости от места проживания, да. Туда же возили, а тариф еще поднимется даже, не останется признак, чего можно было ожидать, а он еще и поднимется. Пока он поднимется незначительно с 1 января, и связано это в первую очередь с тем, как поясняет региональная служба по тарифам, что увеличивается плата за негативное воздействие на окружающую среду практически в два раза, и соответственно это все включено в расходы регионального оператора. Поэтому, чтобы его деятельность была экономически обоснованной, вынуждены повышать тариф. Но в этой ситуации находится не только город Азов, а в принципе все территории Ростовской области. Есть 8 региональных операторов, вы все прекрасно знаете. Есть территории, где тарифы, ну допустим, если у нас с вами 507 рублей, следующего с 1 января, то, например, есть территории, где 590 рублей, 570 рублей, это гораздо более высокая оплата, хотя для нас с вами от этого не легче. Но это федеральный закон, все это сделано для того, чтобы упорядочить работу по обращениям с ТКО, чтобы ввести инновационные технологии, как вы понимаете, чтобы строились заводы, которые перерабатывали мусор. Вы знаете, Владимир Владимирович, я 30 лет сижу и слушаю. Вот здесь вот на этом вот самом месте я сижу и слышу. Мы построим современнейшее мусоросжигательное, потом мусороперерабатывающее. Мы сделаем так, что у нас мусор будет вообще экологически чистый, в очереди будете стоять, чтобы купить его, там, изделия вторичного производства. И так далее, и так далее, и так далее. Давайте повысим тариф и направим его в фонд, как он там называется, экология и так далее. И этот тариф повышаем, направляем в фонд, туда пишется городской, федеральный бюджет туда пишется, и тогда деньги идут, заводов нет. Но нет, ни одного в Ростовской области объекта по переработке мусора за последние 20-30 лет не возникло. Помню, в 2000-х годах побывал я на развалинах недостроенного мусоросжигающего завода в городе Ростове, который бросили в начале 90-х, он остановил от строительства, и он до сих пор там стоит, разваливается, еще ничего не происходит. Ну, как-то вот, вы знаете, с трудом верится в то, что получится. Алексей Михайлович, ну я сам не сторонник повышения тарифов и платы, вы же прекрасно это понимаете. Более того, мы, я лично писал письмо, встречался с руководителем РСТ с просьбой все-таки пересмотреть формат и схему тарифообразования, во всяком случае, для нас, поскольку, ну, у нас есть полигон, который рядом, и транспортные расходы, по нашему мнению, не такие высокие, как у других, может быть, региональных операторов. Но вы же понимаете, что тариф формируется, есть определенные формулы, и здесь мне сложно оценивать, насколько он правильно сформирован, поскольку это делает специально региональная служба. Ну, я скажу вам, да, тут я готов с вами соглашаться, потому что вот всего две недели назад мы закончили эпопею по газификации. Вот где уже черная дыра, так это, извините, там, наверное. Поэтому, если у вас в доме тепло и сухо, радуйтесь, вам не нужно тянуть газ. И вы счастливый человек. И вы еще не столкнулись с тарифами на электроэнергию и другими нашими монопольными, как бы, операторами наших сырьевых ресурсов, где вообще такая вакханалия. И настолько ростовская именно область сейчас сидит в лидерах по ценам, по ограблению населения, по разорению среднего и малого бизнеса именно ресурсоснабжающими организациями. Мы в такой, извините, глубокой, позорной дыре в этих вот делах, что говорить тут, в общем-то, не переговорить. Но, опять же, это не есть епархия нашего мэра. Он может только свое мнение высказывать. Так я понимаю. Да, это вещи, они не регулируются. Ну что, дорогие друзья, давайте сосредоточимся. И мне очень интересно было бы понять, ну вот до сентября доживем, выберем новую городскую думу. Ну давайте выберем ее нормальную. Вот возьмем и сами выберем. Сами, азовчане. И не тех, кого сейчас там, кто сидит, молча штампует решение, которое готовится даже не мэром и не его командой. Спускается сверху команда, да и ладно. А иначе денег не дадим. Вот давайте попробуем. Ну вот получится то, что получится. Город опять будет отключен от краник и так далее. Ну, в общем, так живем, такая система. Что же делать? Что делать? Давайте к другой злободневной. Вот, кстати, о выборах. Выбрали нового депутата в законодательное собрание Ростовской области. Выбрали целенаправленно. Давайте возьмем главного дорожника города Ростова, потому что, Ростовской области, потому что в Азове дороги к чертовой матери рассыпались совсем. Выбрали и процесс, вы знаете, пошел. Вот давайте думать, наверное, вот в этом направлении. Кого нам еще нужно? Может нам, чтобы, ну, короче, понятно, о чем вы говорите. Агитацией, да, занимаетесь? О дорогах. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что выбрав депутатом Владимира Ивановича Окунева, мы действительно, я ощутил реальную помощь по одному из основных вопросов, который является актуальным сегодня для города, это дороги. Мы можем говорить о будущем годе. Вот сформировался дорожный фонд, и у нас при его непосредственном содействии в следующем году две дороги попало в капремонт. Это участок по улице Мира между Безымянным и Маяковским, то есть это как раз тот участок, который, в принципе, был выпавший из капремонта. Переулок Некрасово включили, это от Севастопольской до улицы Инзинской, и нам дают 52 миллиона в рамках программы безопасной и качественной дороги на улицу Московскую, что позволит сделать, ну, практически половину улицы, от улицы Чехова и до переулка Осипенко. То есть, в Орденке. Нет, речь идет только о... Да, да, об асфальте. Вот. Но это тоже большое дело, учитывая, что сегодня одна из центральных артерий... А вы вспомните, совсем недавно мы сидели здесь с Рябаконем, и нам очень сильно наши телезрители мочили нас буквально за то, что какая-то машина, какую-то дрянь насыпает в узкие щелочки, мажет этим и посыпает, ну, новая технология. Да, 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 да. Стоят. Стоят. Стоят, ведь, граждане, но... А мы с вами что делали? Мы их чуть не закопали. Что же вы грязь сыпите, а они стоят? Ну, на федеральных трассах и региональных эту технологию давно уже используют. И мы тоже здесь попытались посмотреть, сделать это перед зимой, чтобы сохранить... А вот полицейские лежачие разлетелись, и не надо их делать, ради бога, Владимир. От всех автомобилистов прошу, не надо. Алексей Михайлович, я вам скажу более того, у меня есть требования прокуратуры и ГИБДД, в соответствии с которыми я на Московской даже должен сделать искусственные дорожные неровности. Ну, с этой глупостью никогда не соглашусь. Ну, вот это в соответствии с законом. Оно, может быть, вызывает определенные сомнения и критику, но это в силу закона. На камеры мы потратили многие миллионы. Безопасный город и все дела, где эти камеры, пусть ловят. Вот сегодня еще столкнулся, но вы знаете, это становится, особенно зимой, очень серьезной проблемой. Вот оно, иначе не назовешь, у него в ушах наушники, перед носом телефон, под ногами зебра. И оно вот так вот идет. Я поворачиваюсь справа, мне его не видно совсем. Оно в темноте, и оно не смотрит никуда. Оно увидело зебру и пошло. Я понимаю, оно право. Оно право. И лежа в гробу, когда его грохнут, не заметив, оно тоже будет выглядеть правым. Ну, товарищи дорогие, ну нельзя так. Да, у нас слишком много еще неосвещенных и необорудованных пешеходных переходов. Ну, думайте о своей жизни, пешеходы дорогие. Я не устаю к вам обращаться. Зимой очень плохо вас видно, особенно на боковых зебрах. И не думайте, что зебра, она, это колючий двухметровый забор вокруг вас. Это всего-навсего полоски на дороге. Ну, это так вот я сегодня, оно меня так достало, что просто ужас. Сейчас я вынужден был сказать ему пару слов, нелестных девушек уже обиделась, наверное. Ну, буквально так. Ну, что делать? Культура должна быть и взаимное уважение, как у водителей, так и у пешеходов. Это действительно так. И у нас очень часто происходят несчастные случаи, как раз таки, не по вине водителей. Ну, тут вина, конечно, водителя всегда, он управляет источником повышенной опасности. Ну, это много случаев, когда пешеходы действительно идут по правилам, все. Но здесь нужно думать, конечно, о себе. Да, там-то и дело. Ну, да, будешь лежать красиво в гробу. Мы тебе наушники оденем еще туда. Да, и телефон вот так вот. И зебру нарисуем. Ну, лежать будешь в гробу все равно от этого. Нам предлагают сейчас сходить ненадолго на рекламу. Ну, и потом мы перейдем уже к вопросам телезрителей. И еще одну тему дворы мы обсудим с телезрителями. Если у вас на эту тему есть звонок, звоните. Сейчас идем на рекламу. 28, 29 и 30 декабря 2018 года и 4, 5, 6 января 2019 года с 9 до 17 часов предновогодние и рождественские ярмарки, фермерских продуктов и новогодних подарков в контине. Богатый выбор сыров, колбас, солености и сладости, свежая рыба из пруда, домашние утки, экологически чистые продукты местного производства. К новогоднему столу и Рождеству. Азовчане и местные фермеры ждем вас на ярмарке. По адресу город Азов, улица Московская, 320, винодельня, Кантина. Телефон 8 938 152 59 42. Кстати, дорогие друзья, ярмарки, только что ролик прошел, с завтрашнего дня в Кондине фермерская ярмарка. Это те продукты, которые перепробовал абсолютно все, лично я. Как видите, живой, здоровый, выгляжу неплохо. А вот мэра угощал тоже, надеюсь, до завтра доживет. Ну, я говорю о том, что фермерский магазин Кантина, это то место, где мы хотим, чтобы было абсолютно надежно. Лабораторный контроль, известные поставщики и отслеживание товара от вымени до прилавка. Вот это три критерия, которыми руководствуется фермерское хозяйство Кантина и в производстве сейчас сыра, уже овощи, фрукты там и кое-какие есть. Мы развиваем это и ждем партнеров, фермеров, которые, и дачников, дачников с маленьким объемом, которые готовы быть честно, работать с нами. Не разбогатеть, наверное, и насовсем. Дорогие друзья, мы переходим к вопросам. Или про дворы сразу. Давайте сразу, давайте, вопрос есть, с него и начнем. Алло, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Говорить можно, да? Да, говорите. Я хочу с вами, Владимир Владимировичем, поговорить. Это Борщова. Можно поговорить? Добрый вечер. Дело в том, что я хочу, понимаете, я волнуюсь. Можно я по записанному почитаю вам? Считайте. Наберете терпение? Ну, это долго? Сколько у вас там? Нет, минут пять. Не больше. Ого, нет, пять минут у нас, к сожалению, нет. Я по поводу дорожки, которая находится от Дружбы до поселка, до Мичулиц-Заряи, до Мичулица-2, перекрыли нам дорогу. Сейчас люди, дети, по-моему, где-то надевают, грязь. Вот, вот, а вы говорите, пять минут. Понимаете, грязь, люди на работу, школьники, там автобуса. Я автобусы остановка. Все, все, все понятно. Автобусная остановка. Да что же это такое? Все понятно. Время, понимаешь, 70 лет победы, а попасть не можем на дачу нормально. Дороги нету. Около 7 складов построили, когда оттуда аруты были, нельзя было строить дорогу. Еще, еще. И мы мучились вот 50 лет дачам и 50 лет... Три, два, один, стоп. Просим проходить какую-то дорогу. Стоп, все, мы поняли. Давайте. Я вас отключу. Я сейчас вас отключу. Нет у нас пяти минут. Остановитесь на минуту, пожалуйста. Остановитесь, пожалуйста, на минуту. А? Остановитесь, пожалуйста, на одну минуту. Ну и как? Про эту тему нам все понятно. Других тем у вас нет пока? Я ничего не пойму. Все, спасибо. Владимир Владимирович, давайте попытаемся сформулировать этот вопрос. Вы поняли, где это? Да, конечно. Я понял. Это ни остановки, ни подойти, ни подъехать, и вообще бы страшное дело. На самом деле, даже этот вопрос уже люди задавали. И был репортаж на пульсе, я прекрасно помню. Речь идет о проходе людей через, ну скажем так, поле, условно, к остановке по улице Дружбы. Это в районе Теплоэнерго, как раз район, там у нас предприятие и хлебозавод, ну и многие другие объекты. Действительно, там у нас юго-восточная промышленная зона, где выделяются земельные участки для строительства промышленных объектов. Но я тогда уже давал комментарий, я объяснил, что то планирование, зонирование территории, которое мы предусмотрели, оно предполагает обязательное наличие сквозных проходов. То есть, от улицы Дружбы до садоводческого товарища, как были проходы, так и будут. Единственное, они немножко сместятся, не так, как это было, допустим, привычно людям, исторически сложилось на протяжении многих лет. Ну, 100 метров вправо отойти или 100 метров влево, здесь очень тяжело угадать. А кто их будет строить, как и когда? Значит, при предоставлении земельных участков под строительство предприятий оставляются, в любом случае, технологические проезды. Эти проезды силами этих предприятий будут обустраиваться под дороги, соответственно, чуменили. Есть проезды, за них отвечают предприятия, которые там находятся. Ну, хорошо, я думаю, мы попросим нашу редакцию обратить внимание на эти проезды, познакомиться с руководителями предприятий, которые должны эти проезды делать, поддерживать. И дальше, в общем, попробуем разобраться, что там еще происходит. Остановка. Остановка есть на улице Дружба. Единственное, мы периодически ее приводим в порядок, потому что там снимают постоянно профлисты, снимают покрытие, соответственно. Остановка превращается в подобие остановки. Но это вот как раз-таки, опять же, к вопросу о культуре наших людей, которые очень часто критикуют власть и, собственно, не без причины. Ну, и сами порой допускают такие вещи, когда делаешь, а на завтра уже результата этого и нет. Да, дорогие друзья, тут нам надо с нашими вандалами. Ну, опять же, Валерий Владимирович, система «Безопасный город», которая стоила нам, ну, там каждая камера тысяч по 100 или по 200 обходится. Ну, не знаю, я вот как бы занимаюсь видеонаблюдением, то там, то сям, ну, вижу, дорого делали. А где результат? А результат есть, Алексей Михайлович. Покажите мне вандала, который задержали, осудили и посадили с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Хоть один был за год. Да, я могу сказать, то, что касается раскрытия преступлений, то эта система очень серьезно помогает нашим правоохранителям. Они у нас регулярно получают информацию, картинку, и, собственно, благодаря этому многие преступления в городе, ну, совершенные на улицах, были в городе раскрыты. То, что касается вандалов, конечно, мы вычисляли и тех, кто орудовал в парке памяти. У нас, тем более, по планам на 2019 год установить еще одну там камеру. Сейчас на Макаровского 25 стоит, которая обзорная по всему парку. Но мы поставим еще там на ГДК, которая будет уже, ну, на центральную часть парка смотреть. У нас, мы вандалов таким образом вычисляли, мы вычисляли вандалов, которые на площади перед администрацией, там у нас, значит, периодически ломают и знаки инсталляции, которые ставили предприниматели «Я люблю Азов». Это все вычисляется, мы вычислили, ну, скажем так, несовершеннолетних вандалов, которые, значит, пытались поломать фонари в парке памяти, то же самое, катались, запрыгнули, раскачивали. Ну, эта система работает реально, она помогает, и у нас задача, наоборот, расширять сеть. То есть они уже должны, как бы, по идее, количество вандалов должно уменьшаться и всех пересажаем. Никого не посадили. Нет, я не думаю, что количество вандалов будет уменьшаться благодаря этой системе, потому что, опять же, это, ну, это наша человеческая натура, и здесь внешними воздействиями мы никогда, значит, к ответу, к дисциплине всех не призываем. Не, выбирайте визоры. Должно быть воспитание соответствующее. Вместо, где можно ломать сосну там или пилить ели. Ну, все в рамках закона. Если это совершеннолетний человек, он подпадает под уголовную, либо административную ответственность. Если это несовершеннолетние, то отвечают их родители. Но тут, как правило, административная ответственность. Понятно. Ну, значит, надо, наверное, тогда, наверное, много денег у нас должно быть в казне. Поймали вандала, с родителей в десятикратном размере стрясли. Мы, кстати, это практикуем. То есть, если мы действительно вычисляем людей, которые причинили вред муниципальному имуществу, то мы всегда обращаем взыскание ночной. Так, во многих садиках Любовь Петрова задает вопрос. Площадки с элементами для игр и развития всего 50-летней давности. Есть ли возможность выделения средств садикам на эти новые дела? То есть, игровые площадки в детских садах? Нет, пока ничего обновляться не планируется, поскольку мы сегодня живем в условиях, жесткой бюджетной экономии. И, как правило, любые изменения положительные, которые происходят в социальной сфере, в том числе, в большей степени это происходит за счет каких-то внебюджетных источников. Какой-то централизованной программы по обновлению оборудования, спортивных, детских элементов, такого пока у нас нет. Да, дорогие друзья, тут я ничем не могу опровергнуть эту мысль, потому что вот к 20-му, считайте, году работы в условиях управляемой демократии, к сожалению, у нас такого тяжелого года, такого закручивания гаек в бюджетной сфере, я не припомню, чтобы в такую нищету поставили в первую очередь муниципальное образование. А с другой стороны, мы трубим о том, что у нас бюджет с профицитом. А Владимир Владимирович, вот федеральный бюджет с огромным профицитом. Тогда, соответственно, должен и областной быть с профицитом, и городской должен быть с профицитом хорошим. Где он? Есть? Василий Николаевич, вы же прекрасно знаете, что источники, пополняющие доходную часть федерального, регионального, местного бюджета, соответственно, разные. У нас с вами из местных доходов, по большому счету, только земельный налог, часть НДФЛа и арендная оплата. Ну, еще продажа имущества, соответственно, земли и муниципальных помещений. Не так-то много источников. И чтобы было понимание, из 2,2 миллиарда рублей консолидированного годового бюджета, наша часть собственных доходов 650 миллионов. Это то, что зарабатывает город. Это город. Но дальше-то идут дотации. Да, это межбюджетные трансферты, субсидии, дотации и прочие платежи, которые поступают сюда, в город. Мы бьемся, поверьте, за каждую копейку. То есть ситуация сейчас, если я ошибусь, поправьте меня. В федеральный бюджет сверстали с профицитом. То есть заложили туда денег больше. Они с нас, с налогов, с населения соберут денег туда больше, чем им нужно. И потом этими деньгами будут укорачивать поводок для области, для регионов, а регионы, соответственно, для вас. То есть это усиление зависимости муниципальных образований, в частности вас, от области и центра, от регионов и центров. Я бы так не стал говорить. У нас разные задачи, поэтому разные источники их исполнения. Но мы сегодня живем по нашим средствам. Вот это главное все должны понимать. Владимир Иванович, вот так по-новогоднему откровенно. Хотелось бы быть гораздо более самостоятельным, принимать решения в своем городе, ну быть хозяином города. По-настоящему, серьезно. Мне вообще не нравится слово хозяин. Хозяйственником, да. Но для того, чтобы быть настоящим хозяйственником, конечно, нужно обладать гораздо большими ресурсами. И полномочиями. И полномочиями. Полномочиями определены у нас федеральным законом 131. И там, собственно, все четко прописано. И очень часто люди мне обращаются, задают вопросы по работе. Правоохранительных органов, по работе сетевых организаций. А вас не касаются совсем? Да, это, к сожалению, не полномочия муниципалитета. И я на них не могу просто повлиять. Силу закона, опять же. Ну вот хорошо, ладно. Давайте так, в ту же тему. Вот сидели мы и ждали, что начнется финансирование программы дворы. По совместному финансированию с областью. Там эти планы, проекты, несколько было объектов намечено и так далее. Все затянулось до осени. И мы получили кучу гневных высказываний граждан о том, что асфальт цепит грязь. Опять лучше бы вообще ничего не делали. Как здесь? Ну, давайте так. Сразу скажу, что в этом году действительно просто какая-то беда была с подрядными организациями. Все подрядные организации, которые зашли в город, а заходят они на основании публичных процедур, то есть торгов, все зашли, ну, мягко сказать, недобросовестные. Что Калантаевский переулок, мы его капитально ремонтировали. Четыре месяца, понимаете, зашла организация, которая на 5 миллионов, то есть на 25 процентов опустила, просто демпинговала цену. Все мощные ресурсные дорожные организации, такие как Ростов-Автодор, ДРСУ, ДОН, которые работали уже в городе, которых, ну, собственно, мы знаем, с руководством которых выстроены отношения, они говорят, мы такой сегодня не имеем рентабельности, себестоимости, чтобы настолько опуститься. Вот зашла сомнительная организация, но зашла она по закону, придраться к ней невозможно. Четыре месяца мы, по сути, ее силой толкали, чтобы завершить этот объект. И в итоге она вышла с УСБ? Нет, там штрафные санкции они понесут, и дорогу они, слава богу, сделали, лаборатория показала, что неплохой асфальт на Калантаевском. Ну, я к чему, что четыре месяца мы жили в условиях дискомфорта. Такая же ситуация получилась со дворами. Зашла подрядная организация, которая в том году отработала в Таганроге, отработала, ну, скажем, с определенными вопросами, но все задачи, которые перед ней ставились в том году, она выполнила. Сюда они зашли также на основании конкурсных процедур, повлиять на которые мы не имели права в силу закона. И вот они полгода просто, демонтировав, значит, все элементы во дворах, потратив на это собственные оборотные средства, которые у них были, и сели в лужу, потому что денег у них дальше нет. Система финансирования в этом году изменилась. То есть, теперь не финансируются в виде авансов какие-то суммы, а по факту выполненных работ, и то после оплаты уже заказчиком. А заказчиком является управляющий компанией ТСЖ. Договор между подрядчиком и ТСЖ, где муниципалитет не может ни копейки денег, просто дать подрядчику, чтобы его как-то расшевелить. Вот и получилась ситуация, что этот подрядчик полгода бегал, искал деньги. В итоге мы привлекли субподрядными организациями с деньгами наши местные компании, которые, по большому счету, ему помогали закончить просто эту программу. Это безобразие, по-другому это не назовешь. Он должен обанкротиться, руководитель должен быть под возбуждено уголовное дело и мошенничество. Я ему сказал, что в городе он работать точно больше не будет. Я сделаю все. ФАСы, прокуратуру и так далее. Мы же знаем, что практика это во всей стране. Сейчас может какой угодно хакер, диванный руководитель, сидя у себя дома где-нибудь в Иркутске, написать заявку на участие в тендере, на ремонт фасада в городе Азове и выиграть его. С целью потом тупо, не сходя с дивана, перепродать кому-нибудь. Так чаще и делают, на самом деле. И вот это же больше всего как раз таки бьет по качеству выполняемых работ. Понимаете, сегодня действительно этот подрядчик, я лично во все дворы ездил, общался с людьми, выслушал массу негатива и критики. И хорошая задумка федеральная, сделать возможность благоустройства дополнительно, улучшить условия проживания людей. А в итоге, благодаря нерадивым таким подрядчикам, все это дело просто, некомфортное получилось, по-настоящему некомфортная среда. Ну, сегодня надо сказать, что все дворы так или иначе завершили. Какие-то работы не успели сделать по мнению, по согласию людей. Эти работы были исключены. Шесть дворов, которые в программе были. Кстати, пример. Из шести дворов, лучше всех и быстрее всех, сделали тот двор, куда мы завели нашу местную компанию на субподряд со своими деньгами. Они зашли, они ее начали делать последним двором, и первым двором его сдали. Это социалистический 60. Вы понимаете? Пусть и двор небольшой, но они бы и все остальные дворы так бы вытянули. Ну и делали бы, да. Конечно. Поэтому, это наша проблема сегодня. Я вот об этом много раз говорил. Легче дать полномочия администрации напрямую заключать контракт и ввести там уголовную административную ответственность для первого лица. И поверьте, ни коррупции не будет, потому что он будет заинтересован в результате. И результат главное будет. А сейчас что? Заходят? Ну, дорогие друзья, это, я вам скажу, не самая суровая сфера в нашей жизни. Антикоррупционные, антикоррупционные меры, которые придумали наши яйцеголовые мыслители, всякие люди, которые думают, что они знают, как нужно писать регламенты. У меня есть одна родственница, которая живет, очень неплохо скажу я вам, живет, за счет того, что пишет всяким муниципальным, другим конторам, пишет регламенты. Она, сидя у себя там в Москве и вся в науке и немножко в эйфории, она пишет, как им правильно жить. Да, у нее фантазия, что вот надо объявить на всю страну, кто сделает дешевле всех. И выскочит какой-нибудь негодяй и скажет, я сделаю вообще даром. И сделает. А вот он выскочит и сделает. И дело не будет сделано. И будем сыпать. Вот в этом году, пару недель назад, возмущенная телезрительница кричала прям в микрофон. Куда ж они сыпьют асфальт? В луже. В нашем дворе. Вот это вот двор летом не делали, сейчас зимой делают. А иначе, друзья, так все устроено. А что иначе? Алексей Викторович, ну давайте так. Все-таки будем откровенны до конца. И я здесь мог бы поспорить с теми людьми, которые в силу бытового отношения, они не профессионалы, многое не понимали. В грязь никто асфальт не сыпал. Это точно. Там присутствовал стройконтроль. Ну, сыруй пал. Делали асфальт, сыруй пал. Мы согласен, делали асфальт, когда уже была осень, поздняя осень. Но в грязь его точно не клали. Потому что стройконтроль, человек несет уголовное ответственность за то, что он принимает работу и подписывает. Я не знаю, найти сегодня такого глупца, который бы себе приговор подписал. Я сильно сомневаюсь. Тем более, стройконтроль, он был номинирован жильцами. Он работал в связке с жителями. И он не защищал ни в коем случае интересы подрядчика. Да, наши контролеры, извините. Я вон недавно эпизод с рыбой. Я прошел от начала до конца, вплоть до области с отравленной рыбой, которая продавалась в магазине. И она продолжала продаваться. Не работают наши контроли зачастую. Так же и здесь тоже. Народ же у нас никому ничему не верит. Но ваша безвыходная ситуация, мне, например, была понятна. Что вы или возьмете эти деньги и сделаете, невзирая на погоду, преодолевая какие-то трудности, ну что-то сделаете. Или у нас не будет ничего, потому что денег не дадут на будущее. Вот они не переедут. Да, и более того, меня больше всего пугала перспектива, что дворы могут остаться вообще незавершенными. Вот они бы оказались брошенными, потому что деньги пропали, зарели. Вы помните, в Советском Союзе главной задачей руководителя любого уровня было освоить средства. Ему выделяли деньги, и его главная задача была их потратить. В конце года полили бабло как могли, лимиты закрывали, там все что угодно, осваивали деньги. Тоже бардак, тоже неправильно. Плановая система хозяйства, и она и довела страну до этого. Сейчас нечто похожее происходит вот с этим. Не забрали бы мы деньги, и не заасфальтировали бы в сырую погоду эти дворы. Ну не получили бы их никогда, ходили бы вечно по грязи. Может через год, другой, третий, еще до этого дошло бы дело. Давайте еще вопрос попробуем ответить. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Севастопольская, 27. У меня вопрос Владимиру Валерьевичу вот такой. Значит, мы в этом году стояли на очереди на канализацию дворовую. Ну, так как или бюджет, или не знаю почему, нам не сделали. У нас, насколько это все в плавчинном состоянии... Дворовую или уличную? Давайте уточняйте. Дворовая, это Ваш ТСЖ должен... Ну, я готов пояснить, да. Спасибо. Значит, ситуация следующая. У нас, вы знаете, была санация, методом санации проведена реконструкция канализационных сетей города. Второй этап санации предполагал реконструкцию сетей, которые расположены во внутридворовых территориях. Значит, порядка 190 миллионов рублей, это федеральная программа. Есть такая. Да, пока финансирование по ней временно приостановлено, хотя есть проектная документация. То есть, по большому счету, сегодня только, ну, опять же, наличие ресурсов у нас останавливает. Я надеюсь, что, ну, на следующий год, вот на 2019 год не запланировано, но с 2020 года все-таки мы с министерством разговариваем о том, чтобы эту программу возобновить. Поэтому все сети канализационные, которые даже находятся на внутридворовых территориях, они подпадают под эту программу и будут реконструированы. Скорее всего, начнется это все с 2020 года, то есть, через год. Так, когда доделают улицу Павлова? Когда там поставят фонари? У нас сегодня по всему городу реализовывается энергосервисный контракт. Наверняка многие уже обратили внимание. Мы меняем энергоосветительное оборудование, меняются фонари на светодиодные. Весь город подпадает под замену. Ну, поэтому, ну, есть, скажем так, определенная программа выполнения работы. Я сейчас не готов сказать точно по Павлова, но, поверьте, все улицы, где есть сегодня освещение, везде оно будет модернизировано в течение ближайших двух месяцев. Да, ну, Рябаконя уже в больницу загнали со своими претензиями наши телезрители. Дай бог ему здоровья и чтобы к Новому году был дома. Ну, вот, тяжело без зама по хозяйству. Да, больше месяца тяжело уже, наверное, очень. Так, Севастопольская, 27, проблемы дороги, дом стоит на уклоне, вся вода стекает во двор, ливневых стоков нет, вода долго стоит у подъездов и так далее. Ну, я думаю, вряд ли вы знаете эту проблему. Нет, почему, я знаю, более того, я жил в этом дворе, и поэтому мне проблема известна, там она извечная, Севастопольская, 27, там вообще весь двор в таком достаточно разбитом состоянии, но все, что является внутридворовой территорией, это, к сожалению, сегодня зона ответственности жильцов. Если дом не попадает в программу благоустройства, вот о которой мы говорили, то все это возможно сделать только силами самих жителей. Да, дорогие друзья, ТСЖ, управляющая компания, там управляющая компания. Вот, так, теплосети, прислали платеж за отопление, за декабрь 4 тысячи, в ноябре было 2, откуда такие суммы, как быть жителем дома? Булите скважину, дорогие друзья. Вы знаете, что у нас вон там за Малакановкой, вот где порты наши знаменитые, эти хушники, они там затаились, и тихо гоняют народное добро, то в Турцию, то в Италию. А вот зерно потекло, то нефть полилась. Вот там набурены разведочные скважины. У нас под городом газу полно. А мы его покупаем, бог знает где, откуда там по трубам гоним, потому что кому-то это так выгоднее. А вот будь вы, Владимир Владимирович, ну, скажем, хозяйственником с правами и полномочиями на своей территории, взяли бы скважинку, проковыряли, и был бы у нас у всех бесплатный газ. Ну, вы же знаете, недра это федеральная собственность, поэтому если бы мы с вами проковыряли ее тихонечко, то я бы тогда был не хозяйственником, а преступником. Заключенным был бы точно, это да. Да, дорогие друзья, а вот с наших недр мы, кроме неприятностей, пока ничего не имеем. Хотя вроде бы самая богатая ресурсами страна в мире. Ну, не делятся они. Вот наши там Абрамовичи, не знаю, кто их разрабатывает, там трудно перечислить всех. Так, почему берут комиссию 30 рублей при оплате за холодную воду комиссию? Ну, это, скорее всего, банковская услуга, банк берет комиссию. В любом банке написано. Ну, значит, у этой сетевой организации не заключен соответствующий договор с банком, в соответствии с которым ресурсник берет эти обязательства на себя. Если мы говорим о каком ресурсе? Холодная вода? Это значит водоканал. Ну, я знаю точно, что водоканал без комиссии принимает плату. Это непосредственно на самом водоканале. Там есть касса, где можно осуществить наличный расчет. Конечно же, все электронные сервисы, они комиссию сегодня не берут. Это то, что мы пользуемся гаджетами, оплачиваем через личные кабинеты. А с банками водоканала нет заключенного договора, поэтому это ложится на плечи плательщиков, то есть потребителей, людей. Вы знаете, становится целой наукой жизнь в условиях нашего жилищно-коммунального и ресурсоснабжающего хозяйства, как оно устроено. Такие хитрые секреты заложены то в тарифообразовании, то в льготах, то еще в каких-то субсидиях, какие-то нормы, которые расходы повышенные и так далее. Нужно, наверное, отдельные какие-то институты или создавать отдельные структуры по борьбе с бесчинством наших ресурсов и иных снабжающих организаций. Какой-то кошмар. Попробуйте разобраться, из чего состоит ваш тариф в семье, например, или в доме, где вы живете, или в частном доме. Вы не разберетесь. Они вам такого накрутят, причем они считают доблестью вас в первую очередь обдурить. Вот они вам скажут, не, вы должны платить рубль 80. Ну, грубавая. На самом деле вы должны платить рубль. Но они вас будут убеждать, что это самое лучшее, что вы можете сделать. А можете меньше. Ну, вот так вот мы живем, почему-то считается нашим чиновникам соврать народу святое дело, обдурить и выдрать у бабушки последние три копейки, это свято для них. Алексей Михайлович, давайте сразу, то вот так всех чиновников под одну гребенку. Все чиновники такие. Нет, нет, вы вообще скорее о ресурсниках говорили, а не о чиновниках. Ресурсники в первую очередь. Мы-то как раз таки стараемся, вы же понимаете, ведь эти все вопросы задают мне и моим коллегам, поэтому мы как раз пытаемся наоборот где-то отстоять интересы людей и их права, поскольку, ну, в противном случае вся критика обращается ко мне. Я во многом не согласен. Вы знаете, что Михаил Михайлович Чихонов, замгубернатора, сказал, что сегодня главным препятствием для развития инвестиционного потенциала Ростовской области являются чрезмерно высокие тарифы на энергоресурсы. Поэтому даже чиновники это понимают. Но не на все мы можем повлиять, потому что, ну, есть правила, федеральные правила игры, спотовые рынки и прочие условия, где действуют крупные компании. Я вот последние полгода-год занимался, очень плотно работал с ресурсоснабжающими организациями. Да, потянули вот в контину, здесь, в Анапском районе, мы все подключались к ресурсам. Три года работать от солнечной электростанции, которую я был вынужден построить для того, чтобы хоть что-то получить, потому что ресурс, стоимость подключения и вхождения для того, чтобы покупать электроэнергию, была непомерно высокой. Скажите мне, вот если вы пойдете в магазин, он, начальник там электрический, он пойдет в магазин, а с него на входе спросят 1000 рублей, давай зайдешь в магазин за хлебом и купишь хлеб по тарифу. Так же получается, аналогию я провел прямую. Возможно, возможно, я же об этом и говорю тоже. Он мне продает товар, газ ли это, электричество или нет, и с меня берет за то, чтобы я ему построил магазин, полку, прилавок, кассиршу посадил, чтобы она мне хамила и так далее. И я за это должен платить. За то, то есть я должен себе сам построить магазин и в нем у него покупать газ или электричество. Ну так мы сейчас выглядим. Ну, есть небольшая конкуренция, конечно, на этом рынке, но она, наверное, сегодня слишком маленькая, чтобы это удовлетворяло потребителей в плане качества и в плане цены. В том-то и дело. Ну ладно, это тема другого разговора, кстати, с депутатом Госдумы мы, скорее всего, об этом поговорим еще. Потому что такое бредовое устройство, по-моему, в нецивилизованных странах, да, где могут захватить ресурсы, некие какие-то группировки и на них наживаться. В цивилизованных странах вы, когда идете жить в жилье или вы покупаете участок для строительства, у вас на углу участка 4 трубы. Три трубы, один кабель. Все подведено и вам только тогда этот участок продадут. Ну ладно, это ж про цивилизованные страны. Остановка 9 школа не оборудована. Планируется ли установка павильона? Ну, возле 9 школы у нас стоит павильон остановочный. Остановка 9 школа в кавычках написано. Елена Михайловна, если вам где-то, то позвоните. Там пятерочка рядом, прямо вот рядом с пятерочкой стоит остановочный комплекс. А можно ли сделать остановку возле школы номер один? Ну, мы эту тему уже много раз обсуждали и изучали, насколько это возможно. Есть, опять же, определенные ограничения по организации дорожного движения. Там с ГИБДД мы эту тему проговаривали. Поэтому сегодня пока сделать там остановку в тех, скажем, дорожных условиях, которые существуют при той организации дорожного движения, невозможно. Так, почему в городе не признается федеральный закон 181 о льготах и социальном обеспечении инвалидов, в частности, статья 17, компенсации коммуналки и капремонта? Почему применяется закон о ветеранах труда? Компенсация составляет 25-30. По статье 36-181 применение закона РО не разрешается. Ну, мне нужно этот вопрос изучить. Изучить, есть человек, есть номер телефона. Ну, отлично, мы туда отработаем. И вопрос еще, почему невозможно дозвониться в полицию. Недавно произошло ограбление в магазине, до полиции не могли дозвониться в течение 40 минут. Позвонили в 12 МЧС, и только они уже дозвонились до дежурной части. Сколько это будет продолжаться? Да, действительно, продолжается очень давно. Ну, это то, о чем мы говорили. Я полиции не командую, но я начальнику полиции передам, хотя я неоднократно уже слышал подобные замечания. Такая проблема действительно существует. Ну, здесь, наверное, задача организовать процесс работы дежурной части. Ну, это вотчина Алексея Николаевича, его задача. Ну, я надеюсь, наш главный милиционер, человек новый, скоро появится у нас вот здесь в студии. Мы с ним об этом поговорим в том числе. Там действительно много чего надо делать. А вот вас, как бывшего руководителя и создателя системы МФЦ, скажите, Владимир Владимирович, а почему вы не взяли, допустим, оформление газификации к себе в МФЦ? Почему нельзя пойти в одно окно подать заявку? Хочу, чтобы мне газ провели. И посидеть недельку, и вот он, газ пришел. Ну, изначально же МФЦ создавался для предоставления государственных и муниципальных услуг. А это услуга, все-таки, ну, по сути, частной организации, хоть и монополиста. Нет, ну, Газпром у нас государственная. Да, потом наполнили по содержанию, по услугам. Сейчас перечень расширен, более 300 услуг наш городской МФЦ оказывает. Мы работаем на, ну, МФЦ, на основании тех регламентов, вот, собственно, да, слово, которое вы уже упоминали. МФЦ, которые в общей системе присутствуют. То есть, это услуги, которые оказываются всей сетью МФЦ. И на местном уровне мы не можем принять решение, что здесь мы вот эти услуги оказываем. Ну, а почему вот сеть не взяла эти услуги оказывать? Ну, это только же по согласованию с непосредственным лицом, который оказывает эти услуги. То есть, это должно быть соглашение между Газпромом, ну, и, соответственно... А почему должно быть соглашение, если он монополист? А без соглашения мы не имеем основания, в принципе, оказывать эти услуги. Ну, я понимаю, да, но он монополист, и он должен быть подвержен законам Российской Федерации, и, соответственно, там, тарификации. Я думаю, если так рассуждать, то тут, наверное, не только вопросы подключения к газовым сетям, да, но и гораздо больше... И к газовым, и к водопроводным, и к электричеству, и к канализации, и к чему бы то ни было, подключиться к монополисту. У нас вот, вот, поймайте, как бы, да, то, что полегче, то, что вроде как у государства можно обменяться, нормально. Алексей Юрьевич, задача была, ведь что? Убрать связь между чиновником и заявителем, поставить барьер, и таким образом исключить коррупционную составляющую. Дело в том, что, ну, коррупция, да, в данном случае, применима государственным муниципальным органам. Это вот, задача удалось выполнить. Ну, это, безусловно, хорошая штука, отлично работает. А отчастники, ну, какая там коррупция предполагается, да? Ну, как теоретически коммерческий подкуп, как преступление, возможно. А отчастники у меня должно быть три горгаза и 28 бригад, которые монтируют. У нас всего по одному, один и один. Конечно, потому что сегодня реалии таковы, что есть монополисты. Это реалии таковы, почему? У нас было в городе три или четыре бригады, да не много, а бригад с лицензиями, которые имели право проводить газ там и так далее. Куда они делись? Да, возможно-то они существуют, вопрос в другом. Вопрос в том, что одно дело выполнить работы, а другое дело потом подключить, проверить все это на предмет безопасности. Ну, возможно, было какая-то... Ну, а самое первое дело, это выходить с бумажками, когда тебя посылают откровенно туда, куда ходить особенно и не надо. И потом ты долго ходишь, ну, в общем, ясно. Ну, это, опять же, вопросы работы, да, структуры, которые... Я прошел это, он для меня закончился этот этап. Я понимаю, понимаю, у вас эмоции, да. Слава Богу, все, мы вылезли из этого дурно пахнувшего болота с большими трудностями и благодаря уже подключению всех друзей, знакомых и начальников. Вот такие вот вопросы у меня к вам. Верили вы в детстве в Деда Мороза и какой самый запоминающийся подарок от него получили? Ну, конечно, как и все дети, верил в Деда Мороза. А в то время, когда я был ребенком, подарки-то были какие? Мандарины да конфеты. Еще, конечно. Апельсинов. А пуску апельсинов отец привез. Когда я уже вырос, да, подарки уже не получаю. В основном теперь только критику и жалобы. Есть ли в семье новогодние традиции? Какие? Да, главная традиция, как у всех, мы собираемся за праздничным столом и встречаем вместе с семьей, с родителями. Новый год, вот это, наверное, самое главное. Новый год, семейный праздник. И что, как у нас городская семья, городская елка, что там будет? Обязательно. У нас есть программа, она традиционная, ежегодная, предпраздничная, новогодняя, когда мы возле главной елки, возле парка, который установлено, собираемся. Там в 19 часов начинается вечернее мероприятие, проводится праздничная с участием Деда Мороза, Снегурочки, туда все желающие могут прийти. Ну и, собственно, таким образом вместе провожаем старый год, встречаем новый вместе год, друг друга поздравляем. Соответственно, я там буду присутствовать, Карасев Евгений Владимирович, мы поздравим жителей города, так что я всех приглашаю. И потом дружно переезжаете в контину, а там есть шашлычок, поросеночка поджарим, там и так далее, по-семейному. А завчане, имейте в виду, целый цикл, следите за рекламой, целый цикл всяких разных мероприятий будет в контине в начале, ну, весь январь и дальше по порядку до крещения, как минимум. А вот, не зевайте, следите, а то опять приедут ростовчане, они автобусами набрасываются на контину большими толпами и все съедают. И нам ничего не достанется. Хорошего вам, счастливого года, года свиньи. Вам успехов и продвижения. Давайте все же как-то, наверное, вот может со следующего года обещают свинья, там обещают жирную жизнь, блин, жить будем красиво и все. Ну, чтобы немножко полегче стало, хотя бы, хоть бы нам голову чуть приподнять. Да, Алексей Михайлович, если позволите, пользуясь случаем, мне бы очень хотелось поздравить жителей нашего города с наступающими новогодними, рождественскими праздниками. Новый год это волшебный праздник и хоть мы уже взрослые, нужно все-таки верить в чудо. Сегодня много проблем, мы сегодня только затронули ряд из них, но, конечно же, нужно все-таки верить в лучшее. Я абсолютно уверен, что будущее 2019 год принесет нам только положительные изменения, дорогие друзья. Но вашим семьям мне бы хотелось пожелать крепкого здоровья, мира, благополучия, достатка всех тех самых главных, наверное, человеческих ценностей, которые позволят вам чувствовать себя по-настоящему счастливыми людьми. Я от души вам всего этого желаю. Ну и если мы будем вместе трудиться, вместе заниматься решением всех проблем, то у нас обязательно все получится. Нужно только в это верить. С праздником! Дорогие друзья, давайте вот, это не ход, а выходка. Мы сейчас, у нас звонок вот есть, человек сидит там на телефоне. Давайте вы не будете нам задавать трудные вопросы про мусор там, про дворы, а просто пожелайте. Вот как, женщина, мужчина? Женщина. Я говорю мужчина. Играем. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну конечно, да, я хочу все равно. И скажите добрые слова сейчас нам. Все плохое оставим в старом году. И идем в Новый год с хорошим настроением. Здравствуйте. Хорошим настроением, да. Хотелось бы поздравить с восторгающим Новым годом. Вот намечательно. Хотелось бы сказать огромное спасибо за канализационный коллектор и за асфальт, который постелили с Кандаурова 63 по Кандаурова 69. Вот на позитиве. Да, вот замечательно. Подрядчик вообще молодец. Ну, встался маленький кусочек между 60... Стоп, стоп, стоп. Вот на этом месте я вас переношу на следующую программу с девчонками. И мы этот кусочек вам обязательно, я лично приду, замажу. Да, говорили? На позитиве расстаемся. Да. Еще раз, с наступающим Новым годом. Спасибо. И наш город процветает. Спасибо. Вот замечательно. Видите, как мы красиво завершили. Но я об этом знаю. Об этом кусочке вы знаете? Ну, пошли замажем. Завтра. Сейчас уже погодные условия. Погода, да. Ладно, сделаем. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Счастливого Нового года. Будьте здоровы. Счастливого Нового года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова